Доброе утро, дорогие мои! Вы на канале «Привет, Ангелы!» С вами Народная Батюшка Мира и добра вам от Пресвятой Троицы. Господи Иисус Христиан, Сыне Божий, помилуй нас, Бог сый, дай нам мир. Мы помолились на вершинах гор. У меня здесь представители самых замечательных вершин, таких как Афон, Алатырь и Бештау, Машук. Вот такие у меня здесь есть вершины гор. Я жду еще других, мне обещали горные гиды прислать. При этом вы заметили, как стало что-то меняться после того, как мы начали молиться? Я лично заметил. С нашей стороны оптимизма стало больше. Повысилось, как говорится, количество некоторых успехов. И дышать стало немножечко легче, как я бы сказал. Хотя не факт, что может все измениться, потому что машут ядерными дубинками со всех сторон. И я, как житель Советского Союза, помню, что это чревато тому, что все мы закончимся, прекратится жизнь на Земле. И, конечно, это немножечко напрягает. Поэтому хочется что-то сделать для того, чтобы это не произошло. И поэтому я еще раз вас умоляю, каждый раз молитесь, когда вы слышите, что вот какая-то проблема надвигается. В том числе, если и не касается вас эта проблема. Ну, например, шел этот ураган, Милтон, на Америку. И я прямо видел в интернете, как некоторые радуются. Ну, пусть он им врежет. Да пусть он их там погубит всех. Я-то сам представил, что этот ураган, конечно, если он очень большой пройдет, то он остановит две войны. То есть Америке и так уже ресурсов не хватает на несколько фронтов воевать. А они не только на двух фронтах. Где-то я слышал, кто-то говорит, что они сейчас 12 войн поддерживают, кто-то говорит, что 5. То есть каким-то образом участвуют. И что-то должно их остановить. Но, с другой стороны, ведь при этом тоже гибнут люди. При этом тоже страдает в целом человечество. Потому что они, чтобы восполнить вот эти свои потери, будут стараться где-то их получить. А где получить? Ну, мы знаем, как они все это получают, всю историю, в которой живут. И это значит опять кого-то ограбить, кого-то завоевать, где-то что-то захватить. Поэтому я на всякий случай все-таки помолился, что, Господи, не дай уж до такой степени, чтобы они сошли с ума и началось что-то невероятное. Ну, и говорят, Милтон снизился до 3 баллов, когда подошел. Все ждали 5 баллов. Некоторые даже говорили, что 6 баллов – самая высшая оценка. Но дошел до 3 баллов, но все равно люди погибли. И, конечно, этих людей жалко. Этих людей жалко. Но такова судьба человечества, потому что человечество, зная, где живет, и зная, как расплачиваться за свои грехи, никак не хочет эти грехи прекратить, закончить и стать адекватным. И тогда о чем, можно так сказать, спорить? Тогда что мы хотим? И когда уверяют, что нет, вы что, это нормально, это все так, как по природе заложено, были разные времена и было по-разному все на планете, и были такие похолодания, и потепления. Ну, были, но мы не знаем, как вели себя те, кому эти похолодания или потепления были предназначены. Мы знаем только то, что, например, в XVIII веке было похолодание, но к XIX на наших территориях, но к XIX все процвело, и больше того, XIX век оказался очень плодовитым для России. Россия разбогатела у нее. Национальный капитал в десятки раз увеличился. То есть те, кто знает XIX век и знает XVIII век, понимают, что это разные России, у них разные были составляющие, что, в принципе, дало возможность на этих капиталах почти весь XX век прожить или на эксплуатации народа, который убил, разогнал и всячески огромные миллионы человек, практически не то что опустошил, но очень сильно уменьшил население России, а запасы-то все те из XIX века. Поэтому вот дало это возможность какое-то время проживания, а в какое-то время еще и успешности. Естественно, те, кто не хотел этого, точно так же блокировали все эти ценности. У нас царские, как я понимаю, капиталы до сих пор где-то там лежат, и никто нам их не вернул. Но, тем не менее, на грани выживания человечество стояло и в XX веке, и поэтому то, к чему мы сейчас пришли, это одна из, на мой взгляд, действий Бога, который нам говорит, что хотите на грани пожить, хотите посмотреть, как это, добивайтесь этого, желайте друг другу, потому что погибли. Ну, вот попробуйте, попробуйте, вот что это такое. И я боюсь, что если человечество не опомнится и не сознает, то, естественно, кто-то в нем выживет. Это ядерная война, говорят, только тараканы выживут. Ну, еще остальные бактерии, все остальное, высшие существа, тараканы выживут, а все остальные погибнут. Но катаклизмы природные, и они все-таки не всех, слава тебе Господи, губят. Ну и дай Бог нам разума, чтобы мы осознали, что и природные катаклизмы в наших руках, что мы можем как-то на них влиять. что вот то, что даже происходит на Солнце, сейчас вот эти вспышки, самые длительные за все время наблюдения, магнитные бури, вот эти теплые времена, которые тоже оказываются самые длинные за все времена наблюдения, пошли нам в пользу, чтобы мы осознали, что для кого-то вот в это время наказание за их агрессивность или еще что-то, а для кого-то вот она польза, вот на тебе воспользуйтесь. Попробуйте из того, что вам Бог дает, сделать такую пользу, чтобы и другим от этого было хорошо. Ну и дай Бог, чтобы все это действительно так сработало, чтобы мы в конечном итоге осознали, что мы вообще должны все за все отвечать. И это как раз вопрос к тому, вопросу, который я вам рассказал, который батюшка Серафим предлагает задавать, к вопросу «Кто мы? Зачем мы здесь?» Я помню, передача была у академика Панченко «Кто мы?» Очень интересные исторические передачи, которые по каналу «Культуру» идут. Но я смотрел, смотрел, смотрел. Каждая передача интересная, в каждой какая-то удивительная, можно так сказать, раскрыта история, события, истории и так далее. Но кто мы? Как ответить на этот вопрос? Я так и не услышал, потому что, что бы ты ни заявил, кто ты и зачем ты, в конечном итоге найдется все равно кто-то, кто скажет «Нет, ты не тот, кто надо, ты неправильный». Ты неправильный. И как бы вы не верили, что вы самый правильный, все равно найдется тот, кто скажет «Нет, он неправильный, он либо сумасшедший, либо вообще противник. воюем мы за то, что некоторые утверждают, что они хорошие, они находятся в самой правильной вере, например, суниты. Но шииты говорят «Нет, постойте, неправильно, вы самозванцы, ну как и суниты шиитам, это я про мусульман». А уж христиан, сколько кто говорит, что ты неправильный, даже внутри нашего православия. Вот мы русская православная церковь, где единомыслие и единоверие. Но мне это особенно, как говорится, заметно, потому что начиная с братской любви, с возглоков, значит, как там, в общем, соответствует, соответствует. Я пришёл к тому, что огромное количество тех же, кто тебе вчера кричал «Брат, брат, любим тебя, целовался с тобой и всё остальное», кричит «Распни», а то и участвует в этом распинании. И тогда этот вопрос «Кто я?», который я вам предлагаю по заповеди батюшки Серафима задавать, должен перерастать в вопрос «А кто мы?» «Мы-то что должны сделать, чтобы быть мы?» Чтобы все вместе что-то решали, вплоть до того, что управляли погодой. Ведь раньше управляли погодой, собирались все вместе, молились, и дождя не было, но вдруг начинался. Как про кого рассказывают, что священник, когда он шёл на молебен о дожде, он брал с собой зонт. Здорово, молодец. Это очень верующий получается человек, который до такой степени верил в то, что помолившись, что-то сделаешь. Я-то сам видел, как это работает. Когда я сюда приехал служить, то первые годы здесь были ещё пожилые старые верующие, которые в вере в это просто приходили и говорили «Отец Михаил, пора отслужить молебен о дожде». «Давай». «Служили, шёл дождь». Или там «Пора, значит, защититься от пожаров». Какие пожары? В 2000-е... Не помню, в каком году. Прямо вот они близко подступали. Вот всё. Здесь вот был дым. Мы тогда не жили здесь, в Галенково. Значит, где-то в начале 2000-х или конце 90-х. Но вот ходили сюда и здесь обходили кругом, и там обходили кругом с иконами и молитвой, чтобы пошар не дошёл. И интересная была история, что вот он действительно вот там недалеко остановился и не дошёл. Вот я в это и сейчас верю, но я сейчас не вижу той коллективности, с которой можно бы вот так собраться. Объявить сейчас, что вот молебен в пистяках, чтобы пошёл дождь, у всех была засуха. Все видели, что это засуха. И на огородах сохнет, и в лесу нет никаких грибов. И думаете, много бы собралось народу? Я... Ну, человек 10-15, может быть, собралось. Но они не верят просто тем священникам, которые это сейчас предложили бы сделать. Они и не предлагают, потому что и сами, видимо, не верят, что они могут вызвать дождь или остановить засуху. И вот это наши коллективные мы, которые потихонечку расползаются в разные, можно так сказать, людские сообщества, которые доходят до, ну, по нормальным понятиям, до полного безумия, где они себя уже животными объявляют и играет эту роль животного, то как можно в этом безумии воссоединиться? И тогда вот все те, кто имеет какую-то вот такую, можно так сказать, другую возможность определить это или объяснить это как некое, значит, мистическое или какое-то инопланетное вмешательство, или я не знаю, как это все вообще объяснить, те имеют успешность и получается, что чем глупее ты объяснишь то, что происходит, тем оно вроде и приемлемей. И поэтому и матрицы идут в ход, и различные, значит, параллельные вселенные, что мы все из параллельных миров, я тоже об этом говорю, купил какие-то вот такие, они называются монашенки, как их назвали, якобы натуральный ладан и стиракс, кодильные свечи для домашнего кождения. Вот решил попробовать, самое главное, мне хотелось, чтобы я на них тот ладан, который нам привез, прислал ладный ладан компания, я хотел вот их использовать, чтобы его курить, но, честно говоря, ничего не получилось и не нравятся они мне ни по запаху, ни по функциям, которые они выполняют, думал хотя бы вот будет как свечка тут в течение разговора кодить. Написано-то, что должна 30 минут, нет, не совпадает. я специально часы перевернул, она уже сгорела, а тут еще не закончилась. Вот так. То есть можно на ладане зарабатывать, объявляя то, что в нем нет, и быть счастливым, видимым человеком и считать себя успешным в этой жизни. Поэтому, дорогие мои, не празднуй совершенно вопрос, кто я и где я от батюшки Серафима, который, задавая себе, вы еще и должны дальше определиться, кто мы. Потому что мы с вами видим, что различные существования у тех, кто на этот вопрос ответить может. И, например, как на него бы ответил Симон Канонит в Абхазии, он бы сказал, я отшельник, я живу в пещере, я христианин, я здесь остался проповедовать, я жду мучения, я голодаю, сколько могу говорю, но они все равно придут и убьют меня. Вот так и случилось, они его распилили пилой в конечном итоге. Вот он так. А если вы попытаетесь ответить, что я отшельник, то вряд ли у вас это получится, потому что если вы пришли на канал и услышали мою проповедь об этом, то вы уже не отшельник, вы уже с кем-то в соединении, вы уже с кем-то вместе, в единомыслии находитесь. Но тогда, когда вы говорите я тогда член сообщества и мы единомыслие, единоверие исповем, то опять а какое ваше сообщество? Где оно? Что оно, это сообщество сделало? И вот в этом бедламе начинаешь осознавать требования или предложения или постановку задачи для человечества, которую принес Господь Иисус Христос, возлюбите всех. Так она звучит. Получается настолько сложное требование, что я вообще не могу сказать, кто может это исполнить. Вот вообще не могу. То есть я могу предположить, что вот такой старец святой, вот так святой, но поверить, что он любит всех, мне настолько сложно, потому что среди всех сразу можно каких-то определить. Я говорю, любить всех, вот, и соседей, а мне говорят, так они же они язычники, они предлагают другое, они убивают детей, женщины и все остальное, всех остальных, как ты их можешь любить? честно, не знаю, не знаю. Я пытаюсь найти вот этот ответ, как же возлюбить всех, в том числе и тех, кто убивает тебя, твой народ, твоих, или я с обратной стороны теперь имею возможность время от времени прочитать, за что вы нас. Я могу сказать, за что то, что увидел по телевидению, но они-то этого не знают, они по-другому оценивают то, что с ними происходит. Поэтому, дорогие мои, мы с вами коснулись очень серьезной темы. Вопрос, кто я, кто мы, вопрос выживания человечества. И если человечество не найдет ответа, так и будет разделяться теперь на животных, потом на что, на рептилий, до какой степени может этот Вавилон размножаться, как я вижу, до бесконечности можно забыть свой пол, забыть свой род, забыть свою страну, забыть свою человеческую личность. Все, оказывается, может произойти. и поэтому те, кто трезвомыслящий и отвечает на этот вопрос, кто я, достаточно близко к эталону христианства, я вас поздравляю. Ну и мы будем искать ответы на эти вопросы, так что приходите на канал «Приют ангелов». Мы здесь учимся, получается, осознавать, кто мы и ставить себе главные задачи в той форме существований, в которой мы с вами находимся. Поэтому здоровья вам всем, радости, Бог в помощь, аминь. Субтитры создавал DimaTorzok